Мечехвосты или, как их еще называют, подковообразные крабы, хотя их ближайшими родственниками являются паукообразные скорпионы, одни из самых удивительных животных на планете, кровь которых очень ценна и помогает людям не допускать ошибок в фармакологическом производстве. У этих существ 10 глаз, они достигают 60 см в длину, живут на Земле более 400 млн лет, и у них течет бледно-голубая кровь. На самом деле гемолимфа, но, по сути, представляющая собой нечто среднее между кровью и лимфой. Гемолимфа мечехвостов обладает уникальным свойством. Она свертывается при попадании в нее даже самого незначительного количества болезнетворных микроорганизмов, превращаясь в желе. Таким образом, иммунная система мечехвостов защищает их организм от поражения инородными агентами. Проверяя с помощью вытяжки, сделанной из клеток этой гемолимфы новые медицинские препараты, ученые могут быть абсолютно уверены в том, что в них не попали бактерии или продукты их жизнедеятельности, которые потом могут причинить вред человеку. Подобным удивительным свойством обладает исключительно кровь мечехвостов. Поэтому каждый год сотни тысяч этих крабов вылавливают в море и отправляют в лаборатории, где у них забирают некоторое количество крови, а затем отпускают на волю. Реактив, произведенный из гемолимфы мечехвостов, ценится чрезвычайно высоко. Стоимость одного литра составляет около 15 тысяч долларов, что делает его одним из самых дорогих в мире. Каждый год для нужд фармацевтики вылавливается более полумиллиона этих животных, у каждого из которых извлекают около 30% гемолимфы. Поначалу эксперты полагали, что практически все мечехвосты благополучно переживают такое принудительное донорство. Однако, согласно недавним оценкам, в результате этой процедуры гибнет до 30% особей. Исследования с целью создать искусственный аналог вытяжки из гемолимфы мечехвоста велись уже давно. Однако настоящий прорыв произошел лишь недавно – в 2016 году. Ученым удалось создать заменитель – рекомбинантный фактор С, который на сегодняшний день одобрен. Часть фармакокомпаний стали его использовать, но другие опасаются, что заменитель работает не так надежно, как натуральный продукт. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал, ведь впереди вас ждет много новых и интересных историй. Всем пока!